Книга «Открытым оком. Тема священства». Том 30. Вопрос 4043. «Кто из клира даст себя по руку за кого-либо, да будет и свержен». 4-й Вселенский собор. 3-е и 30-е правила. «У нас есть для крещаемых поручители. Не является ли это нарушением указанных правил?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В соборных постановлениях речь идет о должниках, которых нужно было вырывать у взаимодавца. Поручавшийся делался в случае нарушения договора должником и рабом, пока не рассчитается. И священнослужитель не мог тогда уже исполнять свои обязанности. Значит, подобные случаи, выходит, были. Вот и появились правила, запрещающие делаться поручителем за неверных. А у нас фактически, кроме нравственного, ни к чему не обязывает поручительство. Уже сколько такого было, что вздумав уйти из общины, человек запросто уходил, оставив и духовных наставников, и восприемников, своих и своих детей. И это ему никак не обошлось, кроме как на суде Божьем. Апостольское правило двадцатое. Кто из клира даст себя порукою за кого-либо, да будет извержен. Четвертый Вселенский собор. Третье правило. Дошло до Святого собора, что некоторые из принадлежащих к клиру, ради гнусного прибытка берут на откуп чужие имения и устрояют мирские дела. О Божьем служении не брегут, а по домам мирских людей скитаются, и поручения по имениям приемлют из сребролюбия. Посему определил Святой и Великий собор, чтобы впредь никто, ни епископ, ни клирик, ни монашествующий, не брал на откуп имений и в распоряжение мирскими делами не вступал. Разве Токма по законам призван будет к неизбежному попечительству над малолетними или епископ Града поручит кому иметь попечение о церковных делах или о сиротах и вдовах беспомощных и о лицах, которым особенно нужно оказать церковную помощь ради страха Божия? Если же кто впредь дерзнет приступить сие определения, таковы и да будет подвергнут церковному наказанию. Правило 30. Посему, пребывая в своем сане, и да представят поручителей, если возможно им сие или клятвенным обещаниям да отвратят сомнения. Относительно поручительства мирянам вообще нет запрета и даже напротив того поощряется иногда. Сирахова 30 глава 17 по 19 стихи Добрый человек поручится за ближнего, а потерявший стыд оставит его. Не забывая благодеяний поручителя, ибо он дал душу свою за тебя. Грешник расстроит состояние поручителя и неблагодарный в душе оставит своего избавителя. Евреям 7.22 Лучшего завета поручителям соделался Иисус Сижу и слушаю, как муж корит жену За пересол, за квас, немытую посуду Семья их поля, что они пожнут, Когда от тишины лишь черепки повсюду. Она действительно с утра не добрала До той шкалы, какую муж разметил. Шла по любви, она не заказла. Ухаживал три года и попала в сети. При ней детсад от собственных ложествен. Она кухаркой стала, сонной прачкой. Такой, видать, к ней приторочен крест. Вообразить не мыслит муж иначе. Что нового с тех пор приобрела, Как распрощалась с девством и свободой. Колчан наполнила всего одна стрела. Благодарит творца, что хоть на это годно. Учась смирению, безропотно сносить Допущенные свыше все болячки. На мужа не ропщи. Довольно будь, что сыт, И он в тебе желанное обрящит. А муж ему из пропотевшей шкуры Не вылезать неделями до бани, Не хмурым слыть, А напирать на юмор. Просвет в молитве радостный настанет. Муж голова, И с шапкой на бекрень, В виду и виду не подать, Пробоины латая, Хотя бы течь и несусветный крен, Соленость слез в промоинах глотает. Но быв испытан Богом и Еговой, Другим сумеешь дать благой совет. Для победителей венцы уже готовы. Узришь Христа, Хотя б от слез ослеп. Возможен мир И в треснувшей семье, Когда жена, Как церковь, Чтит Иисуса, А муж глава. На меньшее не сметь, Любить друг друга, По углам не дуться. 11 сентября 2008 год, Игнатий Лапкин.